Девушки отдыхают Девушки отдыхают Трудно даже сказать, чего в этой экранизации больше – актерской игры или нарисованных персонажей? Историю о мальчике, которого воспитывали дикие звери, создал английский писатель Резер Киплинг, а ее воплощение на экране доверили создателю первых двух частей «Железного человека» Джону Фавро. Просто доверяйся мне. Основной сюжет не претерпел каких-либо радикальных изменений. Родители малыша, спасаясь от тигра Шерхана, потеряли ребенка в дебрях индийских джунглей. Малышу повезло, его нашла волчица Ракша, ставшая для него приемной матерью. С ее помощью он смог стать полноправным жителем волчьей стаи. Тигр не может забыть про упущенный обед и не спускает с мальчика глаз в надежде, что его добыча станет еще вкуснее, когда подрастет. Пока он ждет своего часа, мальчик успевает прижиться в джунглях. Дальше все как положено. Его наставником по жизни будет мудрый медведь Балу, а другом и верным защитником – пантера Багира. Но, как это часто бывает в дикой природе, главного героя, лишенного острых клыков и когтей, ждет не только беззаботная жизнь среди друзей, но и опасные схватки с хищниками. Компанию Маугли составили известные актеры. Свои голоса в образы животных вдохнули Билл Мюррей, Медведь Балу, Бен Кингсли, Багира. Да-да, здесь, как и в оригинальном рассказе Киплинга, Багира – самец. Шерхан разговаривает голосом Итриса Эльбы, а за короля обезьян Луи отвечает Кристофер Уокин. Питона Каа, который в данной экранизации стал особью женского пола, озвучила Скарлетт Йоханссон. Посмотрим, как весь этот зверинец живется вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова